друзья всем привет закончили очередную партию и у нас опять мойка вот помыли клетку помыли клеточку я хочу показать вам сколько пыли от птицы вот за неполных два месяца но я что-то сначала все вымыл а потом решил показывать в общем я окна мою и вот здесь вот смотрите вот только недавно мы заселили сюда птицу и вот я подметаю вот в эту кучу здесь пух перо вот все вот эти прелести содержания вот видите да сколько пуха и пыли производят вот эти вот товарищи хотя мы их переселили не так давно когда мы переселили 7 08 вот 10 дней прошло и тут уже везде грязище вот такая ладно так вот тоже окно помыл ну и вот место где стояла клетка вот два месяца при том что я раз в три-четыре дня полисошу все равно вот в углу вот такое безобразие скапливается несмотря на то что я закрываю опять съехала несмотря на то что я закрываю вот так вот все затягиваю пароизоляции но я показывал все равно как-то они умудряются обосрать стены вот но я сейчас клетку который вот помыл я ее немного модернизирую кстати вот эти клеточки уже тоже помыты стоят вот на эту клетку короче говоря я вместо вот это вот пароизоляции сделаю куски этого как он звать-то ему забыл поликарбоната вот и смотрите значит тоже вот два месяца назад я убирал мыл все окна и вот за 60 дней но почти 60 дней вот такое количество пуха наверно пыли на подоконнике сейчас тоже все это будем очищать и мыть зимой проблемы будет здесь с этими подоконниками так как конденсат будет выступать на окнах зимой и вот здесь вот будет все сырое я думаю что возможно образование плесени ну посмотрим потому что к зиме все равно вентиляцию по идее надо бы сделать успеть но не знаю посмотрим как по времени вот занесли мы вчера клетку помытую сейчас я покажу как мы модернизировали вот смотрите уже такие крупненькие сидят сыровяленые грудки так что значит сделал я я вместо вот такой конструкции такой конструкции но я ее показывал решил в общем облегчить себе жизнь им сделать уже не съемные так скажем на постоянку вот такие экраны из поликарбоната значит вот они вот так у меня здесь установлены крепятся они вот нижний саморез верхний саморез на трех стойках средняя это дальняя значит высота этого экрана получается 45 сантиметров закрывает он полностью вот этот отсек где помета сборник и сколько то здесь вот сколько 20 сантиметров получается 20 сантиметров закрывает часть стенки клетки вверху оставлено пространство чтобы здесь была вентиляция в той схеме в моей вот с этим как он называется с пароизоляцией там нету никаких этих вот отверстий соответственно вентиляции клетки там сильно страдает единственная вот в сомнениях я сейчас когда поставил уже не слишком ли большие обойницы им оставил и не будут ли они не будет ли получаться у них обстреливать продолжать стены через них но посмотрим сейчас стены нет так протер чистые птицу запустим понаблюдаем если что то следующую клеточку я уже сделаю не 45 а 50 а может быть ну 50 наверно да вот я бы еще бы где-нибудь вот так бы увеличил наверное низковато сделал мы посмотрим может и нормально будет принципе и столько не прыжки будут это делать но в общем не на увидим так еще такой момент что в принципе если на будущее клетки делать и здесь вот еще закреплять еще где-то да этот лист возможно возможно я не уверен конечно но возможно можно отказаться от вот этой сетки здесь на стенках на этих потому что ну они могут конечно сломать но не знаю вряд ли наверно не будут долбиться так уж там сильно в это поликарбонат я думаю что выдержит их нагрузку их напор вот но я здесь сильно не расстраиваюсь эта клетка она у меня в итоге все равно отсюда переедет на улицу поэтому мне это вот решетка на этих стенках она нужна а так на будущее другие клетки можно попробовать вообще сэкономить и не ставить в это место вот эту вот сетку ну как бы вот так такая модернизация небольшая посмотрим понаблюдаем как это все будет работать я вам расскажу обязательно если будут проблемы то сделаем повыше можно конечно оцинковку сюда использует на оцинковку во-первых дороже во вторых во вторых она сильно корродировать будет хотя насчет дороже надо посчитать еще вот сюда сколько я потратил да нет меньше потратил по деньгам чем оцинковка вот в общем посмотрим понаблюдаем пока вот здесь вот эта клеточка она у меня по старой схеме затянута пароизоляцией но ее как только птица отсюда переедет в холодильник мы ее тоже доработаем вот в общем все на этом берите на заметку если кому надо всем спасибо всем пока кстати говоря вот пока сейчас я пока вспомнил отступлю посмотрите вам родительское стадо да вот петух во второй видите да сел на ноги он сел на ноги ничто не предвещало как говорится просто вот вчера вечером сел и больше не встает два дня я ему даю пентовит причем в таких вот драконьих дозах утром я ему давал первый раз две таблетки потом вечером таблетку сегодня таблетку и сейчас еще таблетку и посмотрим что он на это как отреагирует но к тому что бройлер это такая птица которая может любой момент подкинуть свинью и держать ее больше положенного времени ну как бы так скажем это все большие риски так друзья но вот четыре дня я давал петуху нашему пентовит утром и вечером по таблетке но он не встает он пытается но у меня не получается вот он так вот доковыляет до кормушки до поилки не более того то есть ждать от него там оплодотворение яиц курица я думаю не стоит ему сейчас 65 дней так что поднять не у меня не получилось этого петуха 2 огромный тоже он тяжело ходит все время вот так садится на ноги а квадетрим у меня нет я не давал им поэтому и давал я ему только от этот пентавит напомню что мы ради интереса оставляли 6 штук той осенью значит сейчас скажу сколько 3 2 петухов и 4 кур в общем в четырехмесячном возрасте у нас остались в рабочем состоянии один петух и одна курица там были потери вздыхала несколько штук и остальные сели на ноги все благополучно вот как вот этот петух так что не знаю если смысл заниматься такой лотереей пройдись немножко но он встает вот так вот крыльями помогая себе до кормушки до поилки до ползает и все на нет никакой гарантии что то же самое не произойдет с оставшимися бройлерами причем петухи особенно склонны но видим из-за массы больше хотя вот смотрите какая лошадь стоит я даже не знаю сколько она тут много весит похоже грудка такая уже у нее не обхватить размер 4 наверное это поменьше это такая средненькая петух петух тоже здоровый а вот этот который на ногах он прям похудел мне кажется он меньше даже чем я его чем когда я его отсаживал вот ну в общем не подействовало мое лечение где-то таблеток не где-то 10 таблетки ему скормил или 99 на том что первый раз я сразу же как заметил две дал и по одной утром и вечером но безрезультатно пока мы понаблюдаем но вряд ли он станет нет я думаю нет ну все на этом всем спасибо за внимание всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки жмите колокольчик